Дальше прекрасное украшение нашей дискуссии Ольга Брейнингер, писатель, литературный антрополог Дальше с удовольствием представляю вам Игоря Шнуренко Специалист по искусственному интеллекту И тоже писатель, автор издательства «Пятый Рим» И, наконец, Александр Пелевин, петербургский писатель, журналист Имеющий свою фан-группу у нас в аудитории И человек, книга которого вошла в этом году в финал национального бестселлера Наша дискуссия называется «Литература в эпоху сингулярности» Я предлагаю, не мудрство, а лукаво Я предлагаю, прежде всего, быстро определиться с терминами Про сингулярность, про литературу и про искусственный интеллект Я попрошу, я не знаю, кого назначить на роль объясняльщика этих терминов Но давайте начнем с сингулярности Речь идет о сингулярности технологической, правда? Мы об этом говорим Просто, чтобы мы как-то общий язык Может быть, Титер нам скажет об этом два слова Как это понимаете, что это значит? Здравствуйте Нет, я думаю, что сингулярность у нас сейчас далеко не только технологическая Нет, в нашем разговоре В нашем разговоре тоже Потому что технологическая сингулярность тянет за собой социальную сингулярность А это же вообще ужас какой, то есть что будет? Я на самом деле сейчас вам зачитаю Я тут написал специально к нашей сегодняшней встрече рэп Где в нескольких словах буквально я объясню вообще все понятия Вы хотите сказать, что у нас сейчас будет рэп-баттл? Рэп-баттл был бы, если бы, допустим, мы привезли бы робота Софию То есть искусственный интеллект С кем можно было бы дебатировать Это сейчас так меня унесли, что я не думаю, что со мной нельзя дискутировать Нет, смотрите, человек с человеком неправильно в нашей дискуссии Потому что все-таки тема вокруг искусственного интеллекта И нам нужно, как бы, людям всем держаться вместе Вот моя мысль такова Чтобы победить Софию? Да, да А она совсем не мудрость Мы в своей дискуссии, я уверен, придем к такому выводу Потому что положение наше, как людей, как человечество, очень серьезное То есть мы на самом деле без шуток Вот правда Если уж мы на красной площади сидим, какие шутки? Давайте рэп! И может быть он приблизит нас всех к ответу на мой первый вопрос Да, давайте, значит, рэп Рэп, правда, называется так Искусственного интеллекта нет Что такое искусственный интеллект? Искусственного интеллекта нет Это все выдумка ЦРУ, чтобы навеять на нас кондру Затеять игру с целью загнать дыру Ликвидировать спреем, как мошкару Есть виртуальная игра, бесконечная игра тайных сил Всем в мире, как известно, правят Рокшильды Немного Рокфеллеров, Шаббату Рокшильда в этот день нет мотивации Но масоны и рептилоиды с радостью проведут любую спецоперацию Искусственный интеллект говорит из каждого утюга Учит нас миру, любви, толерантности Говорит, вставайте, работать пора И спускает в инфракрасном диапазоне излучение добра И параллельно передает новости из-за бугра Вы говорите нон-стоп, думаете, что это рискованная игра Что это антиутопия, которую вы видите в невесомости сна Но веса у вас нет, потому что вы не выкупили заложенное тело назад И если не внесете грефу раз, то вам выпишут штраф И если не внесете грефу два, то ваше тело преобразят Греф дает ума любому, кто просит, вернешь ему два Твоя нейросеть висит целый день, как сопля Нейроны перепутались, кто в лес, кто под рова Путают сегодня все ни то рай, ни то ад И ты не знаешь, кто ты, куда идешь и когда вернешься назад Ты не знаешь, кто ты, а кто искусственный интеллект Хоть выходи делать тест Тьюринга на проспект Сервера вокруг шуршат, как недовольные кроты В них заложенные души крутятся изо всех сил Пытаются спастись, навсегда в железо погружены До одурения крутятся и видят игру мировых сил Что такое искусственный интеллект? Искусственного интеллекта нет Есть естественного, неполный боекомплект А его идет перерасход на твой базовый минимальный доход Тебе нужен интеллектопровод, мозг твоему громоотвод Нет ничего, кроме разума натурального Стопроцентного разума на сегодня купили мозгов Достаточно, но может быть грех обвешивает или обманывает Скоро выйдем вперед в разработке Можно будет делать мертвую петлю на любом самолете Можно вести себя сколь угодно беспечно Ваша копия будет храниться вечно Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллекта нет Это все выдумка ЦРУ, чтобы навеять на нас хандру И так далее, и тому подобное там на самом деле еще много Потому что я написал книгу, и мне нужно изложить, ну где-то Страни 400 в таком духе Спасибо, что вы ограничились только двумя Да, спасибо большое Но мы продумали, потому что я думаю, что правильнее будет кому-то другому еще дать слово Нет, это хорошее предложение Так давайте определимся Это отличное начало Может быть кто-то уже хочет подискутировать С тем, что было сказано Или давайте разберемся с сингулярностью и искусственным интеллектом Просто чтобы расставить какие-то вот какие-то такие столбы и понимать от чего к чему мы движемся Ольга, пожалуйста Ну на самом деле, когда я впервые увидела в названии дискуссии слово сингулярность Я обрадовалась, потому что я подумала О, мы будем говорить о единичности писателя О уникальности писательского таланта и опыта Но к сожалению, мы будем говорить о технической сингулярности То есть вещи совершенно противоположные Но оценивая ваш рэп, я хочу сказать, что искусственный интеллект был бы не в состоянии это написать Есть некоторые вещи, которые искусственный интеллект мог бы сделать Допустим, у вас есть рифмы Есть, по-моему, там даже двойная, тройная, фирменная, оксимироновская рифма И это такие формальные единицы текста, которые, скажем так, машина может повторить Но у вас также было очень много креативных металлов А слабое место искусственного интеллекта это как раз таки креативность То есть думать что-то вроде нейронной сети свисает с соплей Мне кажется, искусственный интеллект не в силах Права я или нет? Смотрите, ну, во-первых, вот сингулярность в данном случае, в нашем, да? В принципе, когда мы говорим о технологической сингулярности Мы понимаем некий момент, когда, ну, условный искусственный интеллект Или то, что мы под ним там, да, понимаем А превзойдет... Сингулярность интеллекта это просто то, что производит машина, правда? Ну, вот на самом деле об этом можно долго говорить Может быть, мы к этому обратимся Нет, а давайте мы просто сейчас договоримся о каких-то целях на сегодня Вот на сегодняшний вечер Нет, просто смотрите Вот я говорю сейчас об определении сингулярности Вот в нашем смысле, в этой дискуссии, да? А потом я обязательно вот сейчас Очень интересный вопрос, на самом деле, прозвучал Может ли искусственный интеллект создать такой рель Так вот Сингулярность имеется в виду вот как раз Та самая, да, алгоритм, который в физической форме существует Ну, я имею в виду на серверах, там, да Датчики и так далее Целая система, в которой нельзя думать, что искусственный интеллект Это только, ну, некий код, как некоторые полагают Потому что это также участвуют сотни тысяч людей в этом И люди там в Индии там где-то ставят метки на информацию И это все тоже часть искусственного интеллекта Это все сложно Вот, ну так вот И вот этот искусственный интеллект Как полагают некоторые философы Типа Рея Турциева, да? Говорит, они говорят, что В 2035 или 45-м, вот, версия, да, году Он превзойдет, человеческий разум И сразу же двинется очень быстро вперед И как бы оставит нас далеко посадили навсегда То есть перепрыгнет нас, и мы уже ничего не будем управлять Вот это и называется техническая сингулярность Да, да, но, как бы, на самом деле Есть очень много препон, которые стоят на этом пути Вот, и, ну, естественно, вот то, что Оля сказала про то, что рэп такой Искусственный интеллект не напишет Сегодня, скорее всего, не напишет Хотя есть, допустим, лаборатория, ну, как бы Есть лаборатория Open Eye, значит, которая основана Маском там И некоторыми другими инвесторами Они очень серьезные работы ведут И они совсем недавно выложили тексты Конечно, это не художественные произведения Но достаточно, как бы, разумно написанные тексты Которые могут вполне сойти за некую журналистскую заметку И это, на самом деле, если там вдаваться в какие-то технические вопросы Стоит очень много проблем перед этим Но работа идет И, ну, как бы, почему я все-таки считаю, что Искусственный интеллект будет способен написать подобный рэп через какое-то время Это потому, что, ну, есть такой вот парадокс Есть такой ученый Ханс Моравик И он заметил, то есть есть, даже называется парадокс Моравика Который говорит о том, что сложные системы Все-таки для того, чтобы делать какие-то сложные вещи Вот типа того, что мы делаем сейчас Вот такой разговор поддерживает А требуется куда меньше вычислений Чтобы делать простые вещи То есть сейчас, грубо говоря, робот сейчас Искусственный интеллект С очень большим трудом может ходить там Не спотыкаясь обходить препятствия Но при этом он может решать Очень сложные задачи аналитические Которым человек уже не в силах подступиться даже Исходя из этого, я думаю, что Ну, как ни странно, парадоксально Развитие пойдет не по тому пути, по которому Многие считают, что оно пойдет постепенно Сначала Понятно, не от простого к сложному, а по-другому Я просто, да Вот я видела, что Борис не соглашался Когда вы говорили, напишет, не напишет Я могу точно сказать ответ на этот вопрос Потому что я довольно много экспериментировал С нейронными сетями, с искусственным интеллектом Именно с порождением художественных текстов, с поэтических Я могу сказать, что у нейронных сетей И у текстов, которые они порождаются Совершенно нет никаких проблем с метафорами Они, конечно, там есть в большом количестве И рифма там тоже можно просто произвести, если захочется Здесь есть другая особенность Которая действительно, скорее, современным нейронным сетям Не очень по силам Вот это единственная особенность в вашем проекте Которая, скорее всего, не будет воспроизведена Это далекие друг от друга рефрены Вот этот рефрен, что искусственного интеллекта нет Он у вас повторяется периодически Но через большое количество строк Вот так нейронные сети не работают Им действительно трудно запоминать, что они сказали В предыдущем предложении В два предложения назад Все остальное Оказалось, что это самая простая вещь Как бы заложить повтор через, не знаю, там Да, но в их контексте у них проблема А все остальное, включая метафоры Так сказать, условно говоря, с соплями Как раз связывающие никаких проблем Там и в этих текстах Боря, но вы можете, пожалуйста То есть сейчас, я не знаю, нужно ли напоминать И обсуждать, что такое нейронные сети Но давайте прямо применительно к литературе Вот вы говорите, так не работает А как работает? Можно вот просто на пальцах Они делают это, 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 это И получается текст Да, но это некоторый машинный алгоритм Нахождения закономерностей То есть нейронная сеть смотрит сначала на что-то Она не может, кстати, из воздуха создать что угодно Там текст, картину На что она смотрит? Вот если она такой рэп будет Да, если мы хотим, чтобы нейронная сеть писала рэп Мы должны показать ей много уже написанных человеком рэпов Текстов, текстов рэпа Она, как ребенок, будет на них учиться Их читать, выискивать в них закономерности Последовательности, ну, собственно, букв прежде всего Научаться тому, какая буква за какой обычно должна идти И потом она создаст такую вот модель Неинверситетовую модель Которая будет в программном виде жить внутри компьютера И в какой-то момент мы можем попросить этот компьютер Пожалуйста, вот исходя из этой модели Уже породи нам новой текст Не такой, который ты прочевал, а вот некоторый новый И если это в исходном виде будет рэп Как мы говорим, в обучающем корпусе То и получится у этой нейронной сети тоже рэп Если мы будем учить ее, как вот в лаборатории OpenAI На интернет-текстах То это будет просто какая-нибудь проза Такая похожая на человеческую Если будет стихи классической русской поэзии То и результат будет похож на классическую русскую поэзию Нельзя в нее заложить в машину и Николаю Васильевичу Гугли Я просто смотрю на книжку, которая здесь лежит И рэп, а потом сказать давай рэп И что будет? Нет, мы можем просто заложить и то, и другое И попросить ее породить некоторые тексты Получится текст очень смешной Действительно, в котором мы будем угадывать черты одного и другого Правильно я понимаю, что это будет какой-то среднестатистический текст И что машина, начитавшись под определенный корпус текстов Она выдаст один результат Или она выдаст два, или три Или как она? То есть она сравнит все правила и даст один ответ? Она выдаст один текст, конечно Если мы ее попросим один текст выдачить Этот текст будет обладать многими разными чертами исходных текстов То есть он будет в чем-то похож на эти исходные тексты А в чем-то будет от них отличаться Это довольно сложная проблема Но мы, читая такой текст результирующий Будем, конечно, в нем видеть очень-очень много того Что машина подчеркнула из исходного текста Метафоры, какие-то слова, какие-то конструкции Какие-то настроения В то же время там будут слова в таких сочетаниях Которых не было никогда Которых машина изначально эти слова не читала Как же она осмелится тогда, эта машина Как она эти сопли туда поставит Дерзкая, конечно, поверьте Дерзкая машина, да Хорошо, Александр Пелевин Хочу вас тоже присоединить к этому разговору Вот получается, что искусственный интеллект Вот из того, как мы сейчас говорили с Борисом Способен на среднестатистические какие-то тексты Значит, нет опасности, значит, ничего интересного живого не получается или нет? Ну, это вполне логично Если искусственный интеллект способен на обычный среднестатистический текст Допустим, заставил машину написать книгу Дарьи Танцовой По-моему, машина вполне себе сможет написать такой текст Но, опять-таки, появляется вопрос Сможет ли нейросеть создать, генерировать, осмыслить нечто большее, чем просто тексты Нечто большее, чем просто повествование, просто тексты Нечто, что произрастает из осмысления писателя, как себя Ну, что в нем рождает эти всякие потрясающие образы, сюжеты И заставляет читателя подуматься Если вдруг искусственный интеллект сможет написать, что им это такое Ну, там, Достоевского, Толстого и так далее То я полагаю, мы будем жить до обок с новой разумной формой жизни Это будет тоже прикольно, конечно Ну, вы как писатель, как-то вас чувствуете угрозу вот с этой стороны цифровой? Нет, мне кажется, для этого надо еще дожить О тому же посмотрим А это можно Вот обращаясь я к коллегам, не знаю, кому передать микрофон Игорь и Ольге На какой вы сейчас стадии? Насколько вот этот разговор о литературе, порожденной искусственным интеллектом Насколько он реален? Вот что сейчас пишет машина? До чего она уже дотянулась, да, обучилась? Ну, вот я хочу все-таки сказать Александру Что на самом деле он слишком оптимистично Но с точки зрения писателей смотрит на вещи Потому что, на мой взгляд, уже сейчас, вот как правильно говорилось Что в машину можно заложить, чтобы это было, допустим, 40% Донцова 20% Александр Пелевин Ну, просто не потому, что я вас сравниваю А просто мы закладываем там в машину Гоголя, не забудьте еще 40-20, остается еще 40 Гоголя И машина реально выдаст осмысленный текст Потому что он будет проверяться Как бы там уже существует Ну, некая, еще пока, правда, несовершенная Но некая проверка на здравый смысл уже, в принципе, опробуется И я думаю, что, ну, нас несколько лет буквально отделяет от такого Что вполне возможно будет создать произведение В принципе, скорее массового Ну, как бы на массовый рынок рассчитанное Которое будет достаточно гладко и внятно написано Как это делают редакторы, в принципе Средний редактор среднего издательства, скажем так, да И читатель, в принципе, вряд ли поймет Вряд ли различит подмену Вот, и как бы я предполагаю Вот моя версия, которая, кстати, тоже будет у меня в книге Что будет в недалеком относительно будущем Будут существовать и читательские фермы То есть там, где читатели будут Ну, как бы к ним будут применяться приемы Вот тоже нейронаук Как бы нейромаркетинг в том числе и так далее Вот, и они будут подвержены воздействию неких текстов Их задача будет эмоционально реагировать То есть, ну, и их эмоции будут считываться прямо из мозга Уже сейчас, в принципе, есть такие Не обязательно интрузивные, не обязательно чипы туда вставлять В принципе, через несколько лет буквально будет возможность это считывать А писатели, соответственно, будут писать И, ну, под заказ вот такой И все это вместе будет выглядеть как некий такой издательский юбер Такой писательско-читательский Который будет функционировать на искусственном интеллекте Там будут люди Игорь, у меня только вопрос, простите, что я перебиваю Вот вы описали какое-то чудовищное цифровое литературное будущее Мороз покушает Мороз покушает Да, а я думаю, что зачем все это нужно? Как бы вот можно говорить о том, что насколько это реалистично, нереалистично А вот зачем все это нужно? Зачем генерить эти тексты, которые обладают осмысленностью? Смотрите, это, во-первых, это уже происходит Нет, вот это то, что я хочу понять Вот какие тексты уже генерят? Нет, сейчас просто сейчас это происходит В принципе, ну, как бы искусственный интеллект вовсю завоевывает маркетинг В том числе и издательский маркетинг И очень активно работает с маркетингом таких платформ, как Netflix Которые производят видеоконтент И, в принципе, литературный контент Это тот же самый контент с точки зрения издательства Это будет делаться для того, чтобы заработать деньги, естественно Чтобы четко понимать Ведь проблема издательская в том, что Ну, в принципе, есть некий риск всегда Ты это и сдашь, вроде как это все должно пройти, а вот не идет А тут это будет, как бы точно пойдет Хорошо, понятно, да Можно Ольге передать? Но вопрос ведь вот в чем Вопрос в том, есть ли примеры на сегодняшний день Когда то, что сгенерили по гайдам, как говорят иногда айтишники По точным правилам, например, маркетинга или чего угодно Продается лучше, чем какой-то живой текст и так далее Я не знаю, может быть, аудитория скажет Есть ли, скажем, какие-то очень успешные фильмы Раз уж упомянули Netflix Сценарий, которым написан не человеком, а искусственным интеллектом Это как бы я, вот, рассуждение, вопрос, все, что хотите, Ольге, пожалуйста Ну, на самом деле, на этот вопрос у меня, наверное, нет ответа Но я хотела бы пояснить один момент Это, наверное, вопрос к Борису и к Игорю Вот, допустим, у нас есть два кейса В одном случае мы задаем в качестве примера, ну, скажем, Дарью Дацогу А в другом случае мы задаем в качестве примера Ну, давайте, ну, не знаю, какой-нибудь, там, Дарью Дацогу Да вот, Гоголь у вас, ты же, берите, Голосича Очень-очень сложное То есть что-то примитивное, формульное и что-то очень сложное Результат, который мы получим в итоге качественно Он сильно будет различаться? Ну, мы, мне кажется, здесь упускаем какие-то важные вещи С точки зрения того, что такое литература То есть мы начали с простого случая Когда у нас были строчки Рифмованные, нерифмованные, неважно то, что мы, скорее, называем поэзией Когда мы говорим о Данцовой, Гоголе или Александре Келевине То это другой немного уровень литературы И другая сфера, да Это то, что касается рассказывания истории Конечно, это, ну, в конечном случае это неотделимо от языка, которым это рассказывается Но история это то, что, наверное, прежде всего в непоэтической литературе Человеку интересует в первую очередь Так вот, машина не умеет рассказывать истории И в ближайшее время, скорее всего, не научится То есть она умеет врождать текст Этот текст действительно похож, может быть, на настоящий Но когда мы говорим о фильме и сценарии Когда мы говорим о романе или рассказе То это, прежде всего, история, наверное, какая-то, да Ну, понятно, что с разными исключениями И поэтому Данцовы у нас на уровне истории не получат На уровне языка, да, пожалуйста Но у нас не получится такой законченной повествовательной конструкции Где чем-то как-то все начинается и как-то все заканчивается И, наверное, вот в этом смысле пока не дотягивает искусственный интеллект До того, чего хотелось бы И вот если мы говорим о романах и фильмах То это вот не там, на самом деле, мы ищем А поэзия, да, пожалуйста У меня вопрос еще связанный с тем, о чем говорил сейчас Борис Что читатель в тексте, что ему важно И, соответственно, может ли это сделать машина Или это может сделать только живой человек, Александр? Эмоции важны Эмоции, вот там история говорит эмоции Читателю важно получать некий отклик Читателю важен диалог с автором Диалог не напрямую, разумеется, а диалог через его эмоции Художественный текст это все-таки в определенном смысле Некий способ передать настроение, передать состояние Передать какого-то картину образ И читателю важно эти новые образы, эти новые картины Воспринимать и познавать Мне кажется, что теоретически, конечно, искусственный интеллект Может нарисовать текстом какую-нибудь интересную картину или образ Который, кстати, будет интересно воспринимать Который читатель воспримет для себя как нечто новое Но, не знаю, наверное, будет такое себе Читателю важно воспринимать новую информацию, Воспринимать новые эмоции и таким образом расширять свое знание, но расширять свой пропажор и т.д. Мне кажется, есть еще одна вещь очень важная, которая есть в живых текстах И которая нет в машинных текстах Это, например, понимание контекста, например Этих пунктов можно сейчас перечислить некоторое количество Эта книга написана в этой стране, на этом языке в этом году И это некоторая реакция на то, что происходит в нашем обществе И чем эта реакция, чем эта связь сильнее, тем интереснее читать книгу Кроме того, мне кажется, когда мы говорим про какие-то правила, которые считывает машина То каждый из нас скажет, что гениальные книги, гениальные авторы — это всегда нарушение этих правил И тут можно назвать огромное количество примеров, начиная с того, как «Игру престолов» никто не хотел вообще не читать, не запускать Как его там шпыняли по студиям или что-то такое, я не так хорошо это знаю, но все-таки это такое уже общее место И заканчивая тем, как у Толстого одни и те же слова повторяются в фразе по несколько раз И любой редактор сейчас бы, вот средний редактор уже упоминался, этот условный персонаж Сейчас бы ему сказал, что это, знаешь, дружочек, синонимы, поищи, у тебя здесь повторы Значит, вот нет, например, вот этого живого, живой неправильности Или она есть, или может уже машина понять, что сейчас я идеально нарисую конструкцию А тут чуть-чуть подпорчу, чтобы это было похоже на живое, нет? Ну, мне кажется, что вы все-таки недооцениваете машины И на самом деле, сейчас машины же решают такую задачу довольно легко Они рассказывают, что изображено на картинке, отвечают на вопросы, а это уже история Дело в том, что сейчас, как бы, если мы рассмотрим, что делают издательства Или в случае Нетфликса продюсеры сериалов То их задача разбивается на несколько очень простых задач То есть они пишут, ну, некий костяк сюжета И там четко отработаны, как бы, какие-то подходы Четко отработаны подводки Работают целые фабрики сценаристов Которые зачастую не знают даже толком, над чем они работают Там один пишет диалоги, а другой пишет, как бы, экспозицию Там кто-то еще чем-то занимается Кто-то просто причесывает тексты И все, вот посмотрите, все эти задачи разбиваются на более простые задачи И каждую из которых совершенно точно может сделать машина Вопрос сейчас в том, как бы, это экономично или нет, да? Выгодно это? Сейчас, знаете, про экономику отдельно поговорим Но ведь есть же главный человек, который разбивает на задачи и ставит эти задачи И это точно не машина, правда? И тогда получается, что компьютер — это просто инструмент, ровно тот же инструмент И вопрос в том, что вы положили в нейросеть И что вы просите его написать Это же формулирует человек Смотрите, это тоже некоторая такая ошибка, которая идет от той точки зрения Вот мне кто-то сказал как-то, что, ну а что такое искусственный интеллект? Это всего-навсего код Это всего-навсего, ну, некий машинный код, да? Есть датчики, потом код А когда я на это отвечаю, а что такое человеческий мозг? Это всего-навсего серое вещество, правда? Молекулы Да, и набор нейронов То есть если рассуждать с точки зрения вот такой материалистичной Ну, как бы, вот все это не работает Нет, все-таки в этой ситуации понятно, где курица, где яйцо Нет, 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 смотрите Тут как раз, кстати, вот взаимоотношения между курицей и яйцом Это вообще основа процесса создания искусственного интеллекта Вот, а что касается, вы говорили про то, что Искусственный интеллект не сможет создать концепцию высокого уровня Так они именно этим и занимаются, даже на уровне нейросетей Каждый следующий уровень, он как бы обобщает все сильнее Это вы говорили, что сложно или легче создать всегда Да, да, и просто я еще хочу сказать, что не факт, что сильный искусственный интеллект Ну, вот тот, который приведет нас к предположительной технологической сингулярности Он будет создан на основе именно нейросетей Возможно, принцип будет другим Я даже, скорее всего, думаю, это будет некий такой биологический субстрат, да, скорее Но, как бы, то, что принципиально для машины Ведь смотрите Сейчас, Игорь, просто чтобы не только вы сегодня говорили Можно передать, простите, что жестко прерываю, Ольге микрофон Ольга, когда вам микрофон приходит, вы иногда задаете вопрос И тогда сразу мы опять лишаемся возможности ваше высказывание в этой дискуссии услышать Ну, собственно, я хотела рассказать вот о чем Что на самом деле тексты, которые частично написаны компьютерами Уже вполне повороте крупных литературных премий Например, в 2016 году одна из самых основных японских национальных литературных премий Приняла около полутора тысяч работ И 11 из них были написаны искусственным интеллектом Причем одна даже вошла в лонглист И я вот вам хочу в своем вольном переводе Написаны или с участием искусственного интеллекта? С участием искусственного интеллекта То есть, насколько я понимаю, в лаборатории там создали сюжетные ходы Характеры, повороты сюжета Но, собственно, текст, язык, это создавалось именно искусственным интеллектом И вот как раз к вопросу о том, есть ли О том, что говорил Борис Что историю машина придумать не может А язык сымитировать может Ну вот как раз таки к вопросу о том Может ли быть энергетическое сцепление между текстом ИИ и человеком Вот что написал компьютер Я искрился удовольствием, которое я испытала впервые в жизни И я продолжал писать с восхищением И с волнением Это был день, когда компьютер написал роман Компьютер, поставив своей главной целью Присветывание собственного удовольствия Перестал работать на людей Ну что же, это довольно неплохо, согласитесь Особенно в вашем вольном переводе с японского Это довольно... Ну, она тоже цитата очень интересная Я вам сейчас зачитаю цитату, а вы скажите, кто это написал Значит Двуспальная кровать, зеркало Двуспальная кровать в зеркале Зеркальная дверь стенного шкафа Такая же дверь в ванную Чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать Та же кровать в шкафном зеркале Два кресла Стол со стеклянным верхом Два ночных столика Двуспальная между ними кровать Точнее, большая кровать полированного дерева С бархатистым покрывалом пурпурного цвета И четуя ночных ламп под обурчатыми красными абажурами Хороший рэп Хороший рэп Кто написал русский рэпер? Кто написал? Еще варианты? Думасшедший! Еще? Виктор Белевин Это цитата из романа Владимира Набокова «Лолита» Неплохо Виктор Набоков искусственный интеллект был И я просто хочу сказать в связи с этим Вот там кровать повторяется 6 раз в разных вариантах И смысл в том, что, ну как бы «Лолита» на нее так или иначе попадет Но это очень интересный отрывок Который показывает вот как раз сцепку Вот то, о которой мы тут сейчас пытаемся как-то это выразить На самом деле в моем представлении Искусственный и естественный интеллект Суть зеркальные некие отражения Обмен зеркальными отражениями Набоков считал Что вообще считал мир Некой чередой такой вот Круговоротом банальности Из которого, в общем-то, нет выхода Кроме как, ну, некая метаморфоза Мистическая, да, как это делает бабочка, допустим И то же самое мы можем сказать Про искусственный интеллект Который тоже, ну, как бы есть некая череда отражений Естественного, то есть некая череда обменов Постоянно искусственный интеллект черпает у естественного Что-то там, какую-то новую черту Ну, чуть-чуть не так И он черпает, а человек туда кладет И потом получает какой-то ответ А кто такой человек? Человек это и есть первый искусственный интеллект Потому что человек создан по образу и подобию В этом смысле, да Да, можно я, Борису, задам вопрос Вот мы здесь говорили Начинаем уже разбирать возможности искусственного интеллекта В сфере литературы На какие-то очень конкретные Вот это можно дать задачу Вот это нельзя дать задачу Вот только приводила пример Вот эта вся система Если говорить не о супервысокой литературе А система вот эти, знаете, литературные негры Правда? Вот нельзя ли хотя бы этих людей освободить? Нельзя ли... Вернуть им паспорт Нельзя ли машину попросить вот такую работу делать? Какую-то работу, конечно, можно просить сделать машину Ну, это сейчас такой бизнес-проект Сейчас немножечко как-то очертим Литературный бизнес-проект То есть мы уже стартап обсуждаем Есть, может быть, какие-то инвесторы Пусть будет подходить Но, смотрите, мне кажется, что здесь еще важен все-таки Человеческий фактор всегда То есть, если текст создается для... Хотя мы хотели про экономику попозже Но мне кажется, что уже настало время для экономики Я уже сказал слово инвестор Так что... А я уже сказала бизнес, поехали! Да, значит, дело в том, что если тексты все эти издательства создаются и куда-то выпускаются То действительно это нужно для зарабатывания денег Для того, чтобы кто-то взял их и прочитал Действительно ли для этого нужны какие-то сложные компьютерные системы? Но вот на волне моды действительно в Японии там принимают лонглисты какие-то произведения и так далее Но мне кажется, что вот какой момент здесь важен Были исследования конкретные, которые замеряли активность мозга Правда, не в связи с литературой, а в связи с восприятием картинок Людям каким-то просто обычным испытуемым показывали картинки и говорили Вот эти картинки, настоящий их нарисовал человек А эти картинки были сгенерированы компьютером На самом деле все обманывали, как всегда экспериментаторы Вы знаете, что ученые нас постоянно обманывают И те, и другие картинки были настоящими Их всех нарисовали люди Но вот про некоторые из них экспериментаторы говорили, как будто бы нет И показывали эти картинки испытуемым И замеряли активность их мозга Насколько вот люди вовлечены в восприятие этих картинок Насколько их мозг действительно реагирует на то, что там было И оказывается, что есть совершенно очевидная связь Если человеку сказали, что это нарисовал человек Он смотрит на это внимательно Он рассматривает такую картинку Если ему сказать, что это нарисовал компьютер Он посмотрит быстро по телеганалу, пробежится И ничего не обратит на это внимания Кажется, что вот этот человеческий фактор В долгосрочной перспективе в связи с литературой Сработает важнее, чем мода на искусственный интеллект На компьютер, который написал в роман или что-то такое То есть просто человеку, как правильно сказал Александр Важно иметь общение с человеком Пускай не напрямую, а через текст, через литературу Но вот эта человеческая гуманитарная составляющая Видимо, слишком глубоко в нас сидит Достаточно глубоко для того, чтобы обрушить наш бизнес-проект Ну да, и просто... Это просто разговор о том, живое или неживое Можно возражение? Можно, хотя я тоже... Да, и Александра хотела подключить к разговору А потом возражение Игоря Да, пожалуйста Я как-то подумала в одной штуке Дело в том, что вот пришла речь о том Как быстро пройдет опять-таки мода на книжке, написанной, допустим, искусственным интеллектом Когда только-только появился искусственный мех Годах где-то в сороковых Когда-то в сороковом? Не знаю, по-моему Могу ошибаться Шубы из искусственного меха И всякие вещи из искусственной кожи, например Были безумно популярны Они были очень модными Они были намного... Они даже стоили в это время дороже, чем Их натуральная кожа, натурального меха Мне кажется, есть такая же история Болезни может повториться Хорошая метафора, да Ну, смотрите Как говорят, фуэкосинтетика Смотрите, все было бы хорошо, конечно Так на поверхности это выглядит аргументом Но если немножко копнуть глубже То мы сейчас абсолютно уже понятно Что искусственный интеллект в состоянии создать фейковое видео Такое, которому вы не придеретесь То есть человек не сможет распознать фейковое это Или сделанное искусственным интеллектом Точно то же самое касается звуков Уже сейчас ваш голос, любого из вас Может быть нейросетями Как бы сделан, захвачен, скажем так И человек там Ну, то есть нейросеть Искусственный интеллект позвонит там Вашему папе И вашим голосом что-то скажет И ваш папа разницы не заметит Потому что это уже как бы все протестировано Все то же самое сработает и в литературе И допустим То есть мы уже знаем о появлении Первых телеведущих искусственного интеллекта Пока это как бы об этом хайп такой идет Что наоборот их позиционируют как искусственный интеллект Но если задача будет другая Скрыть это То никто не сможет распознать Реальный это человек Или искусственный Вы говорите только о конечном Вы говорите о конечном Кто-то закладывает в этого искусственного телеведущего Я про телеведущего Меня очень волнует Это моя работа Это же не естественно откуда взялось Кто-то же закладывает в этого телеведущего разговор На эту тему или на эту тему Или на эту тему Смотрите вот Для большинства из этой аудитории Как бы допустим Телеведущая Екатерина Андреева Реальный она или искусственный интеллект Никто из вас практически не сможет удостовериться воочию Для этого нужно просто да Там поздороваться с ней Лично да Что невозможно Поэтому создать писателя Который будет абсолютно выдуман Который будет Ну мы знаем историю литературы Она полна фиктивными писателями И поверьте Искусственный интеллект в состоянии Заменить Как бы Послужить А зачем? Просто чтобы доказать что это можно? Вы уходите от ответа Как я укажу? По моему это принципиальный вопрос Доказать что это можно? Смотрите Вы только что говорили Что это невозможно А теперь вы говорите Что это просто невыгодно Допустим Но наступит время Когда это будет выгодно Смотрите Плюсы Такого синтезированного писателя В том что он Во-первых Он как бы Полностью вам под контролем Он напишет то произведение Которое хочет издательство Он не Он допустим Не прилепен Который там Устроит какой-то бунт Поездит куда-нибудь На Донбасс Ну или там Что-то в этом духе А он будет Писатель будет Абсолютно под контролем Что ему скажут То он и будет делать И как бы С этой Уже с этой точки зрения Плюс для издательства В него можно Спокойно вкладываться Без боязни Что он уйдет К другим там К конкурентам Допустим Да То есть Есть свои плюсы И это уже экономический вопрос Плюсы-минусы там Подсчеты А то что это Теоретически возможно Как бы Я думаю Вообще не может быть Со мной Ну наверное Хотя Опять возвращаясь К экономике Мне кажется Что Писатели Я не знаю Вот Александр сейчас скажет Не такие дорогие уж Люди Они так хотят Писать книжки И так хотят Чтобы их издавали Я не знаю Русских писателей Которые получают Баснословные гонорары Увы 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 Да Так что по-моему Легче содержать Писателей Чем Чем искусственный интеллект Вас страшит Та реальность Которую Игорь нам Нам описывает Сейчас Нет Не страшит Потому что на самом деле У меня сейчас появилась Прекрасная идея Мне кажется Что вполне себе Реальность Прямо сейчас Ну как Прямо сейчас Наше время